Присутствие на встрече заместителя губернатора, представителей ФСКН и Роспотребнадзора позволило обсудить ряд стратегических вопросов как по реабилитации, так и по профилактике химической зависимости и распространению ВИЧ-инфекции. Гостей интересовала не столько статистика, сколько социальный статус наркозависимых и методы реализации программы по реабилитации. На сегодняшний день в подразделении Центра 54 человека. Признано, что все требования контролирующих органов неукоснительно соблюдаются благодаря постоянному взаимодействию. Центр занимается реабилитацией зависимых от психоактивных веществ более 12 лет. Важную роль в этом процессе играет приоритетность поставленных задач. Самым главным вопросом, я так думаю, является обучаемость тех людей, которые потом являются воспитателями в реабилитации. Это очень важно. Важно этих людей мотивировать заниматься этим делом. Потому что ведь многие, прошедшие реабилитацию, уходят в жизнь и потом просто стараются устроить только себя. А вот мотивация на то, что сам вышел из этой беды, помоги другому, это очень важно. При Министерстве здравоохранения был создан координационный совет, в задачи которого входит проведение информационных кампаний и мероприятий для профилактики наркомании и распространения ВИЧ-инфекции. В Москве констатировали, что, к сожалению, данная программа пока не оправдала ожиданий, профилактическая работа по-прежнему ведется бессистемно, не хватает специалистов, а в большинстве регионов их и вовсе нет. У нас нет в России системы, которая бы готовила специалистов. И сегодня мы занимаемся этим вопросом. Есть идея о создании программы обучения с привлечением вузов наших государственных, чтобы был диплом государственного образца у сотрудников. Есть острая необходимость, чтобы вообще профилактику передать на общественную деятельность, чтобы этим занимались не педагоги учебных заведений, а некоммерческие организации. Необходима комплексная помощь не только реабилитационным центрам, но и тем, кто, пройдя реабилитацию, не может найти себе места в жизни. Большая проблема – последующие трудоустройства реабилитантов. А здесь должна обязательно быть роль государства в виде муниципалитета. Может быть, это должна быть субъектовая программа, то есть конкретного субъекта. Найдем те организации, которые у нас сегодня занимаются этой проблемой. Некоммерческие, образовательные, да. Не важно, что это будут разноконфессионные. Ведь враг един – наркомания. Наркомания не знает национальности, наркомания не знает вероисповедания. Но, объединившись в этом, мы многого достигнем. Не менее важная задача – изменить общественное мнение о зависимых. Когда мы говорим о больных или людях с ограниченными возможностями, отношения общества к ним однозначно сочувственны. Но как только речь заходит о бывших зависимых, картина меняется кардинально. Главное ключевое слово, которое мне хватает хоть в школе, хоть в обществе, хоть в детстве, и которое связано напрямую со словом «Бога» – это любовь. Нет – это любовь. На следующее собрание Попечительский совет намерен повторить приглашение к сотрудничеству в адрес Православной Церкви, Центра СПИД, другим ведомствам, кто, если уж не по зову сердца, так по долгу службы, должен быть заинтересован в оздоровлении нашего региона за счет каждого человека. Ведь Бог любит всех. Почему же мы боимся любить тех, кто воспрял, поднялся и готов идти рядом? Александр Гуров, Илья Данильченко для телеканала Благих Новостей.